В семье Поповых трое детей. Два мальчика Максима Никита и девочка Арина. А это значит, что на дереве, которое они посадили, будет три ленточки. Две синие и розовое. Яркий последний штрих придал моменту особую торжественность. Этот день наверняка станет для семьи особенным и точно запомнится. Решили высадить деревце, чтобы была память. Все-таки дети потом вырастут, будут знать, что где-то они посадили. И помогли восстановлению городского парка города Бреста. Это как своеобразный подарок тысячелетию нашего прекрасного города. Посадить дерево – одна из трех важных мужских задач. Но далеко не все решатся растить лиственницу или платан на балконе. А ведь большинство горожан живет в многоэтажках. Инициатива позволила представителям сильной половины человечества поставить галочку напротив одной из позиций в списке программы «Минимум». Мамы многодетные начали общаться между собой в группе «Вайбер». Потом отдельно создали группу тех, кто хочет участвовать в этой акции. Поэтому так и получилось, что держали связь именно по интернету. Где-то созванивались друг с другом, сговаривались, переговаривались. Я держала в курсе событий, как у нас проходит организация именно с городом. В принципе, сложного ничего не было. Было достаточно легко, людей было много желающих. И если бы детки и здоровье детей позволило, было бы еще больше людей. Хотел бы сказать большое спасибо всем, кто пришел, всем семьям, всем детишкам. То, что принимают участие в этой акции. Хотелось бы, чтобы и другие поддержали, не только многодетные, но и другие молодые семьи. Деревья в городском саду появились самые разнообразные. К примеру, практически рядом со входом уже пускают корни лиственница. Хвойная с богатой историей. Ассортимент разный. Вот это, например, лиственница. Это дерево, которое сажали в панских усадьбах в Белоруссии. Это такое классическое дерево, которое всегда было на входе в дворянскую усадьбу. Поэтому мы здесь на входе в городской сад тоже посадили 4, даже 6 таких лиственниц. Есть и сосна кедровая здесь, и даже редкие тюльпановые деревья, и платан также. Есть более обычная сосна, тис, тис ягодный. То есть такое вот разнообразие, чтобы парк был наиболее насыщен разными красками. Инициатива высадки аллеи принадлежит горожанам. Исполком идею поддержал вместе с коммунальными службами, а также представителями депутатского корпуса, помог воплотить в жизнь. Место было выбрано не случайно. Согласно плану, городской сад должен стать продолжением набережной и излюбленным местом для прогулок. Сегодня идет процесс его преображения. Мы рассмотрели разные варианты по площадкам, в том числе и в новых районах. Но почему-то выбор пал сюда. Городской сад, бывший городской парк, городской сад, который мы сегодня сделали проект его восстановления. И сегодня активно идет восстановление набережной. И идея в том, чтобы набережная соединилась с парком, с этим городским садом. Поэтому мы просто в соответствии с тем проектом, который у нас есть, аллеи были уже в проекте прорисованы. По этим аллеям и решили дать возможность посадить деревья. Инициатива исходила от многодетных мам и многодетных семей. Но очень отрадно, что и многодетные отцы тоже откликнулись на эту акцию. И мне, как отцу троих детей, сегодня тоже очень почетно представлять отцовское направление в этом благородном деле. К слову, следить за новой аллеей вместе с коммунальными службами будут представители молодежных организаций областного центра. На волонтерских началах поддерживать порядок, особенно в осенне-весенний период времени, представители подрастающего поколения будут не только в городском саду, но и в парке Тысячелетия.